привет друзья меня зовут николай мы сегодня приехали на пустынные пляжи евпатории и такие находятся в селе молочная здесь есть такая мини стрелка мы сейчас полетаем обязательно я вам засниму немного кадров с воздуха и я вам сейчас покажу сам берег моря здесь песочек красота и отдых можно приезжать на машине спала кемпинг конечно же у нас не приветствуется в крыму потому что это все запрещено пожарной ситуации но ребята на вашу как говорится ответственность кто это любит может приехать отдохнуть но вы друзья конечно же не забывайте подписывайтесь на мой канал и давайте посмотрим какой здесь все-таки шикарный берег так вот друзья первая палаточка вот там очень много машин припаркованных там виднеется еще палаточка здесь по кустам довольно таки много палаточек ну сам факт ваша вам парочку покажу и я думаю будет понятно что здесь они есть теперь давайте-ка прогуляемся и посмотрим какой здесь песочек какое здесь чистое море тут даже есть кое-какие развлечения хотя иду не раньше людей было поменьше чем сейчас но все равно людей мало ну как мало больше чем валушки если взять в учет восточную набережную как вы помните там вообще никого не было то здесь на песочке людей довольно таки много так друзья сразу же посмотрим какое здесь море это одно из немаловажных фактов посмотреть на море вот хорошо здесь не очень глубоко примерно смотрите метров 7 можно отойти и будет по грудь здесь очень хорошо даже с детками приезжать для того чтобы здесь покупаться не в глубоком море ну вода довольно таки прозрачная хорошая водить тепленькая водичка ну наверное градуса 22 примерно здесь дальше виднеется батутик сейчас мы туда пойдем может быть есть какие-то магазинчики ларечки посмотрим поснимаем все будет ясно ну вода конечно здесь какие-то небольшие водоросли есть я думаю это не страшно друзья села молочного дорога на этот перешей к вас приведет асфальтная но по самому перешейку придется передвигаться по грунтовым дорогам здесь дорог больше нету это получается как тупик и вот это мы сейчас видим одно из озер которое вы будете проезжать и она называется конрад второе озеро она побольше первого и она называется тиреклы в эти озера реки не впадают только на северо-востоке впадает сухаречье друзья озера эти не глубокие получается средняя глубина этих озер 85 сантиметров ну и самые глубокие точки которые были на них найдены это до полутора метра происхождение считается лиманная в этих озер друзья вот этот перешей который отделяет озера от черного моря если честно я его название не нашел но если вы знаете название этого перешейка то конечно же напишите в комментариях но еще этот перешейк очень похож как маленькая мини коса довольно таки неплохое место пейзажная и красивая если для отдыха на кто любит на песочке и любит мало людей то конечно же вам нужно приезжать сюда доступ приехать сюда на машине есть дороге довольно таки приемлемые доехать можно сюда несложно ну что друзья в этих местах людей обычно мало но сегодня оказалось почему-то больше чем обычно я когда приезжал сюда в другие разы здесь людей столько много не было и здесь был более спокойный отдых насчет жилья здесь друзья рядом жилья нету на этой косе не расположены никакие не домики не условия для жилья ближайшее жилье это естественно в селе молочная если там арендовать то придется на море уже ездить на маршрутке или на своей машине здесь виднеются здания то уже кафе и магазинчик такое чтобы по месту здесь купиться но то что здесь есть кафе это очень хорошо можно здесь зайти покушать цены вы уже увидите в дальнейшем и вы сами прекрасно видите что людей здесь становится уже больше видимо все секретные места с дикими пляжами потихоньку становятся более популярные дикими пляжами потихоньку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вот и батутик здесь есть. Друзья, здесь хоть пляжи дикие, но здесь людей немало. Здесь есть какое-то расписание села Молочного по маршруту от улицы Пионерская, где аптека и на пляж. Вот вам расписание от аптеки, чтобы сюда доехать, это если вы доехали на Молочного села. И с пляжа получается в 7 часов самая последняя маршруточка. Ну и здесь, естественно, продают всякие вещички. Так, друзья, вот мы уже вышли, чтобы посмотреть, где тут что можно прикупить, покушать. Есть там чебуреки по 80-100 рублей. Здесь присутствует восточноевропейская кухня, всякие детские развлекательные мероприятия и мороженое. Естественно, мороженое нам надо. Ну и самое главное, что мне нравится много парковочных мест. Это я люблю больше всего. Вот, друзья, мы и зашли в это единственное кафе, которое здесь находится. Для того, чтобы посмотреть обстановочку. Видите, здесь столики, стульчики, все присутствует. Ну и, естественно, мы сейчас посмотрим сцены. Для того, чтобы более точно рассмотреть и почитать, что здесь написано, вы нажимаете на паузу и все вам, друзья, будет видно. Так, друзья, теперь давайте к морю мы ходили. Теперь посмотрим, что здесь за озера такие. Вот так вот на солнце, если смотреть, то оно как-то отдает чуть-чуть розовым оттенком. Это, видимо, как в Евпатории, там такие же озера розовые. Надеюсь, вам видно, друзья, что оно немного с розовым оттенком. Ну и, естественно, здесь купаются люди. Только, наверное, думают, что здесь какая-то лечебная грязь, наверное, есть. Главное, чтобы помогало. А остальное все ерунда. Ну, вот такое вот здесь, друзья, озеро и обстановочка. То есть здесь очень много мест, чтобы остановиться. Но вот здесь вдоль берега нет практически ничего. Жилья, ничего нет. Здесь в основном такой дикий отдых. Вот это кафе, про которое мы зашли, и все. Ну что, друзья, вот мы и прогулялись по Евпаторийским диким пляжам. Они здесь все-таки существуют, просто их нужно найти. И это село Молочное. Надеюсь, видосик вам понравился. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам всем огромное спасибо за просмотр. И до новых встреч в новых видео. Пока, друзья.